Это 100 дней в мире монстров Майнкрафт в Харткоре, не буду вас задерживать, мы начинаем. Первый день я заспанулся в березовой роще и сразу же нашёл какой-то данж, но для начала надо было добыть дерево. Крафтим верстак и кирку. Если что, эта сборочка будет в описании, я её вам скину сразу, даже лайки выпрашивать не буду. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Эта тварь за мной бегает! Блин, меня сейчас, походу, в самом начале ещё грохнут. Твою мать, её две! Я видел ещё одну. Я хочу строение, ребят, дайте мне залутаться! Можно меня хоть днём не трогать? Пожалуйста, отстань от меня. На лопушку вообще. Там ещё, кстати, вроде вторая. Это, короче, какая-то чешуйница, которая перевоплощается, блин. Такую тварь. О, телевизор. А тебя мы заберём. Э, он не выпал. Также в этом строении я нашёл нож на целых восемь урона, а это очень хорошо против тех тварей. Нашёл ещё одно строение, но в нём ничего такого интересного не было. Добываем булыжник. Крафтим каменную кирку. Это чё такое? Зомби с красными глазами. А вот сейчас наступает ночь. Так, я уже подошёл к вот этой твари. Интересно, чё ты будешь делать? Не, ну, понятное дело, ты меня будешь бить. Хотя, мне кажется, он тупой и просто будет стенку тычить. Пока! Эту ночь я решил переждать всё в пещере, потому что наружу было небезопасно. Второй день. И, кстати, ребята, тут можно скратить оружие. Для этого нам нужен сверстак, который делается из бетона серого, светло-серого и из железа. Железо у меня есть, которое я прямо сейчас потрачу на нагрудник, потому что ночью тут жить невозможно. Всё-таки я решил забрать декор в тех данжах. Нашёл ещё один данж, но там ничего интересного, как обычно, не было. Кто такой? Блин, бедный торговец, даже торговца. С тобой можно поторговать? Ладно. Прикольно. Ну ладно, давайте отхерачим тогда. Чё? Ну нахер. А вот сейчас мне очень даже повезло, потому что я нашёл очень большой дом. Но, к сожалению, он был затоплен, и его будет лутать, скорее всего, очень сложно. Но я пошёл побыстрее лутать. О нет. Сейчас мне даже прятаться некуда. Если вглубь этой фигни спускаться. Ну давайте я ради вас тут, конечно, постою, посмотрим, что будет на береге. А дальше туда спустимся и там перемещуем лучше, ага. О, заспавнились. Видите, какая-то свинья с рукой из жопы. Вон там чё-то торчит. Вон чё-то торчит. Там вроде кто-то ходил зелёный. Я только что видел, из-под воды кто-то выпрыгнул. Поэтому, оказывается, мне в воде не спастись. Всё-таки я решил прыгнуть в эту щель, ну а пока, как бы, ночью я решил залутать сундучки. Третий день. Алло, модафаку. Он с пилой. Он вообще и пилит, реально, я слышу, что он пилит. А я пилу не дал. Ну а дальше я пошёл добывать гравий и песок, для того, чтобы сделать себе бетон, чтобы сделать верстак, в котором делаются оружие. А вон я ещё кого-то вижу. Это псина. Не-не-не-не-не, я чё-то передумал. О, светло-серый краситель. Всё, ребятки, шикарно. А далее я скратил бетон, но когда я пошёл за железом, я по пути встретил деревню. Голема я решил не убивать, так как сейчас наступала ночь и он мне очень мог помочь. Раунд. Переночевал у жителей. Четвёртый день. На четвёртый день я сделал здесь сухого бетона обычный бетон и пошёл дальше. Нашёл железо с медью и добыл железо с медью. Решил спуститься дальше в шахту и там же и переночевать. Так, как бы аккуратненько забрать это дерево. И, наконец-то, я скрасил себе верстак с оружием. Там был большой выбор, но для этого всего надо было просто куча железа. Далее я решил побродить по этой шахте. Нашёл один алмаз, нашёл себе бирку, съел какой-то шприц с ночным зрением, а также вышел на седьмой день из шахты. Нашёл себе место для дома. Скрафтим печечки, а почему? А почему я смог Киркузима скрафтить, а печку нет? Скрафтил печки и поставил переплавляться железо. Но так как уже наступала ночь, я решил сделать себе мини-коробочку и лёг спать. На восьмой день я собрал всё железо, скрафтил себе первый пистолет и автомат, и скрафтил для них патроны, и решил их проверить. Бам, бам, бам! Вау! Так, а ну-ка, вот и первый подопытный. Здорово! Вообще на раз просто вынес. И, кстати, опять наступает ночь. Да какой хрена так быстро дни летят? Я не знаю ничего делать. Девятый день, продолжаем делать дом. Закончил постройку дома я под конец девятого дня, поэтому прямо сейчас я решил переждать ночь прямо дома. Десятый день, я вам не говорил, но на него добавляется зомби-апокалипсис, и теперь мне будет в разы сложнее, ведь у меня теперь будут зомби, а также чудовища. Сейчас выбрали. Скрафтил другое оружие, которое использует такие же патроны, как от пистолета, потому что на этот автомат у меня просто-напросто нету патронов. Вот для патронов мне нужен порох, которого у меня тоже нету. Далее я решил сделать проволоку, потому что, как вы заметили, каждый день меняется сложность, а дом мой никак не защищается. И получается у нас три колючих проволоки, ставим их у дома, чтобы всякие зомбики уходили. И, кстати, на удивление, зомби не спавнятся ночью. Ну, ой, точнее днём, но как бы мне и лучше, да, будут только ночью, видимо, спавниться. Ну, а далее я решил пойти в шахту. Ты чё ко мне ползёшь-то? На одиннадцатый день я нашёл эту штуку, я забыл, как она называется, поэтому я решил отсюда всё добыть. Но также, как вы могли заметить, тут спавнятся какие-то уже другие мобы, потому что, как я вам уже говорил, меняется сложность. В ночь пятнадцатого дня я, наконец-то, вышел из шахты, увидел данж и решил поставить там метку, а дальше пошёл домой. На шестнадцатый день я крафчусь тебе патроны. Переплавляем медь с железом. Под ночь шестнадцатого дня всё переплавилось, и я скрафчусь тебе фулл железный сет брони. Семнадцатый день опять делаем колючую проволоку. И расставляем её вокруг дома. Крафтим алмазную кирку и отправляемся в тот данж. Подумал-подумал и решил разобрать полностью весь пол и забрать отсюда прутья. Это я что собрал и на восемнадцатый день, ну как вы сейчас видите, семнадцатый, конечно, потому что ещё не наступило шесть утра. Вот, я решил отсюда выбираться, но тут было очень много мобов, поэтому я решил вот так вот прокопать и всех убить. Складываем все вещи и идём лутать ещё один дом, ну и ещё один дом. Ну, а возвращался домой я уже на двадцать первый день, и тут произошло это. А-а-а, я, кажется, понял. Это, короче, волна. Волна зомбиков пошла. Двадцатый день волна зомби, двадцать первый, точно. Я всё понял, хорошо. Как вы уже заметили, меня очень плохо слышно из-за автомата, поэтому я это буду озвучивать. Ну, короче, я тут их поубивал, потом они ещё шли из ниоткуда, потом я решил всё же пойти домой. У меня осталось одно сердечко, но я забрался на крышу, загнал в колючую проволоку и начал их отстреливать. Так, я себе выбрал новую оружку, поэтому прямо сейчас мне надо сделать себе вот так вот патрончиков для неё и сделать саму эту оружку. Вот, только она делается из чёрного, из чернил, короче, да, делается, и из железа. Мне нужно железо и чернила, но сейчас наступает ночь, поэтому ложимся спать, крафтим. Всё же шесть штук, кстати, надо было. И заменяем... Слушайте, а я даже не знаю, заменить пистолет... Ну, нет, пистолет много урона наносит, я не буду его заменять. Заменил вот эту штурмовую винтовку на вот эту вот штучку. По-моему, она более стильно выглядит. Так, ну-ка, а почему я не могу тебя зарядить? Я не тебе патроны скрафтил, да? Скрафтив те патроны, я наконец-то пошёл делать себе забор, но для начала надо было всё расчистить. Но расчищал я это, конечно же, очень долго, потому что тут было очень много всего. Что такое? Петух! Э, ты должен был успевать... Чего, блин? Ты что, угораешь? Нет, стоп! Походу, за тот прошлый... Я не знаю, если кто-то ещё смотрит, тот, кто видел тот сезон, в котором я этот прикол сделал... Видимо, короче, отомстить мне решили петухи эти. Готово! Это же урожайная луна! Пока идёт урожайная луна, я решил сделать себе по-быстрому огородик. Но оказалось, что это всё делается не для того, чтобы быстрее росло, а просто выпадает гораздо больше лута. Поэтому я принёс воды и сделал себе костную муку. И начал просто очень много выращивать этой пшеницы. Зомби заспавнился, он вообще не умирает. Вот вообще не хочет. У меня нож наносит 8 урона. Вы чё? Он вообще не умирает, его просто... А каждый патрон наносит по 8 урона, ни хера себе так. Убив этого зомби, я пошёл расставлять колючую проволоку вокруг всего своего забора. Да, у меня тут дом посреди охраняемого места стоит деревянная коробка. Да. Это шагдаврально просто, нет? Разве? Далее я нашёл какой-то новый дом. Он ничем сильно не отличался от других, да и лутом тоже, в принципе. Рядом я нашёл ещё одну новую постройку и решил там переночевать, а также собрать там все вещи. Далее я нашёл себя на мини-карте деревню, отметил её меткой, но оказалось, что это был баг с прошлой карты. На 27-й день вернулся домой. Спасибо большое за просмотр этого видео. Над этим видео я старался как никогда раньше, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте соберём 40 лайков и я выпущу вторую часть. Ну, конечно, понятное дело, не сразу, потому что монтажить это очень и очень сложно, так как ведь это 100 дней и это надо прожить 33 часа вообще не переставая играть. На этот ролик у меня ушло около 7 часов просто на съёмку. Я заполнил всю память своего телефона. Поэтому, ребятки, подпишитесь, пожалуйста, на канал. На самом деле был Крипер, всем пока-пока.